Ну, а потом все-таки Минск свои руки взял игру и довел, когда перенесли домашний матч Арсенала с их арены в Москву, на Сапсан-арену. Ну и вот очень-то не понравилось главкому, и решил он, как протеста, дублирующий состав выставить. У нас тем временем удар в ближний угол не получился у Леонида Ковеля. Да, это он был, конечно же, на своей позиции. Опять-таки, сейчас опасный момент. Попадает мяч защитника, и как же сейчас, да, это был Павел Бардуков, не попадает в створ. Был у него, кстати говоря, момент, не доявный, как сейчас, в игре против Минска. Он тогда тоже в рамку, не по цели укажешь, по белорусскому, ну и сегодня придумают здесь жоденцы. Ну вот здесь кухарчик может, наверное, пробить. Нет, следует навес, удар, и что там, сейв, да, сейв Сергея Туранка. Здорово, он тащит мяч после удара опорника жоденцев Юрия Павлюковца. Да, в этом моменте Павлюковец попал в створ ворота, и мы видим, как прекрасно сыграл воротарь. Конечно... В этот раз вообще дело до удара не дошло. Глебко. Еще одна подача, посмотрим, что тут будет. Салимова мяч попадает, вот, ну, больше рикошет был, там сперва мяч коснулся защитника, как показалось. Здесь проблема, наверное, в чем? В скорости. Все-таки дриблинг на скорости, это сложнее, чем на одном месте. Смотрим, какой прострел сейчас делает футболист Жозенского торпеды. Габриэль Рамос это был, ну, и там Вадеиба. Если бы, конечно, рикошет этот случился, то и до... Яшин играет на Кухарщика. Ну, что, у Ильи, я не знаю, больше ли получается, чем у Антелесского. Ну, во всяком случае, он менее заметен. Ну, вот, получает мяч Рамос, удар, ну, и не попадает. Створ выше, мяч летит, хотя момент, опять-таки, неплохой, да, острый угол, но физически было бы бруйчанам, особенно вот после того, как пропустили они второй мяч, в общем-то. Это Виталий Устинов, да, в предыдущем эпизоде вот себя так проявлял. Что будет здесь? Горбачики, да, с левой ноги, да, куда-то там в молоко, как мы любим говорить, расхожее выражение. Вниз, а не вверх, и попадать в ворота. Но это уже тонкие детали, над которыми индивидуально надо работать и повышать качество. То самое исполнительское мастерство. Тем временем еще один момент, ну и что? Все-таки добивается на 50-й минуте игры Жодзинская торпеда Белас. Добивается того, что залетает такий мяч в ворота Сергея Туранка, и тот самый Валерий Горбачик. Второй момент, наверное, за две минуты, ну и вот теперь уже говорит он свое. Валерий Горбачик, второй момент, наверное, за две минуты, ну и вот теперь уже говорит он свое веское слово. Я считаю, он заслужил этот гол. Всю игру он пытался, он находился в створе ворота, он обострял. В воздухе, в принципе, по антоперметрии бобручане так вот уступают, даже так визуально, если брать все-таки футболистом торпеда Белас. Салимов, Бардуков подключается, можно пробить. Да, неплохо Павел сейчас приложился, и вот второй его, даже третий. Содержание игры мы видим, все-таки Белшина стала более чуть-чуть активней, потому что отыгрываться надо, забивать надо, и больше групп атаки, они идут вперед. Мы видим уже больше остроты. Видим мы, что просто теряется даже в решениях Роман Салимов. Все-таки аутбросили. Ну что, Бардуков, удар. Ну и вот, да, теперь уже попадает в створ этот футболист. Передачи очень сложные, отобрать мяч. Да, это образцы, конечно, которым нужно стремиться. Ну, Жодина постулирует, смотрим, какой момент, да. Приложился там, кажется, Хачатурян к мячу, на месте оказался Туранок. Туранок стремится в призовую тройку, и, конечно, для этого в стенке лишь Павел Бардуков. Удар, смотрим, да, это Дмитрий Яшин, ну, конечно, говорили мы, может он со своим ростом посмотреть. Надо делать какую-то непонятную передачу. Ты должен пробраться, у тебя свободная зона за спиной, обыгрывай, иди на скорости. Класс. Ну и все, дает Алексей Кульбаков финальную.